Доброе утро, коллеги! Как развивается женский спорт в нашем городе, в курортном, в Евпатории? Мы поговорим с единственной, первой женщиной в Крыму, которая четырежды покорила айронмен. Тренер по триатлону, президент велоклуба и просто красавица Инна Егорова. Инна, доброе утро! Спасибо, что пришли ранним утром к нам в студию. Скажите, пожалуйста, с чего началась ваша профессиональная карьера именно в триатлоне? Ну, я пока не профессионал, я любитель на самом деле. Но три года назад я начала заниматься именно триатлоном. До этого в моей копилке был велоспорт. Ну и, в принципе, я с детства, у меня родители спортсмены, я всю жизнь как бы при спорте. И три года назад по приглашению в команду Андрея Владимировича я попала в триатлон. Ну, все-таки бег на длинной дистанции, а велосипед, плавание, насколько сил для этого нужно и как нужно самоорганизовать себя? Какие качества нужны? Ну, во-первых, огромное желание это делать, это первое. Во-вторых, ну, с этого, в принципе, все складывается. Если у тебя есть желание, то появятся и возможности, открываются новые двери, новые... То есть, ну, главное желание, я считаю. И постепенно, постепенно можно прийти к определенным результатам. Вы проплыли Босфор. Расскажите, как это было? Это было, в принципе, не так сложно. Ну, самое сложное там, это было купить слот. И самая сложная часть этого, именно финиш, перед финишем, там было, как бы, пришлось напрячься. А так, дистанция прошла, в принципе, нормально. Вас называют... При определенной подготовке. При определенной подготовке. Вас называют железной леди. Как вы себя оцениваете? Да, я обычный человек. В принципе, каждый может это сделать при правильном подходе, под наблюдением профессионала. Можно подготовить любого человека к такой дистанции. И это, в принципе, сейчас очень популярно, набирает обороты. Очень многие люди занимаются спортом, потому что это дает энергию жизненную. Вы самоорганизовываетесь. Параллельно в других сферах жизни начинает все получаться. Вы достигаете успеха. Такая самоорганизация и в бизнесе помогает, и в политической карьере. Ну, а скажите, вы сейчас преподаете, вы сейчас занимаетесь тренерской деятельностью. А сколько у вас на сегодняшний день учеников? Какие возраста? Ну, вот что вы им даете, самое главное? Ну, даю я свой опыт, который я переняла и обрела за эти годы. И основной, основная целевая аудитория — это, ну, есть дети, есть уже взрослые люди, которые осознанно подходят к этому всему, у которых есть цель вот именно сделать эту дистанцию. То есть они уже приходят, понимают, что им нужно, что они хотят. И с ними, конечно, гораздо проще работать, потому что идет обратная связь. Ну, а какие качества нужны? Что вы воспитываете в них? Первое — выносливость. Желание, выносливость и мотивация. Но дети, взрослые — это все-таки разные категории. С детьми по-особенному надо. Да, да, да. Здесь тоже с детьми нужно быть, наверное, еще и самим ребенком. То есть понимать их природу, их специфику. Но со взрослыми проще, я так понимаю, да? Ну, на данный момент, да, мне чуть-чуть попроще. Хотя с детьми тоже интересно. Скажите, победы уже есть у ваших учеников? Конечно, да. Что-то в этом не копились? Вот прошлый год у меня уже двое финишировали на московском марафоне. Один дебютировал в Италии на железной дистанции, тоже под моим сопровождением. Успешно, в принципе, достойное время показал именно на железной дистанции в Италии. И двое на Сочи, на сочинской гонке, на олимпийской дистанции, тоже финишировали очень успешно. И сейчас мы с ними же продолжаем тренироваться уже на более длительные дистанции. Ну, а в планах что? Что покорить? Вот ваши ученики, чего они хотят добиться именно в спорте, может быть, в жизни? Цели какие ставят? Я думаю, что у каждого из них свои цели, да. Но основная цель — это самоорганизация и достижение успеха во всех остальных сферах деятельности. Ну, и как бы поставила цель, да, я хочу сделать эту железную дистанцию. Вот они вот стремятся в основном к ней. Ну, а ваши планы в тренерской работе какие? Сейчас этот год я планирую обучаться. Ну, естественно, повышать свою квалификацию, набираться опыта и передавать этот опыт людям. То есть делиться своими знаниями, помогать людям обретать здоровье, избегая травм и всяких различных психологических и физических травм. Но вы себя тоже, получается, организуете, сами занимаетесь спортом активно. Да, да. А ваша дочь чем занимается? Дочь у меня занимается танцами и актерским мастерством. Я за то, чтобы каждый человек занимался именно своим любимым делом. Потому что именно тот человек, который занимается своим любимым делом, доносит более вкусно эту информацию. И ты заряжаешься от этого. И тебе хочется тоже... Я хочу так же. Инна, спасибо вам большое, что вы пришли этим ранним утром к нам в студию. Коллеги, я передаю вам слово и желаю хорошего утра. Доброго. Большое спасибо, Тоня. Желаем вам отличного настроения и только добрых вестей. Напоминаем, на связи была Евпатория и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Антонина Бугреева.